И снова здравствуйте, с вами товар из Поднебесной, вот мы вернулись к Honor Band 6 от Huawei. У меня достаточно долго была пятая версия, пока я не поменял на часы Casio, какой марки уже не помним, потом эти часы Casio продал и купил что-то другое, и в общем дошел вот так до Huawei Honor Band 6. И знаете, мне он понравился больше, чем Xiaomi Mi Band 4, 5 и даже 6, которые на то время и сейчас были актуальны. Ну а теперь давайте посмотрим, что же нам преподнесла версия 6 и чем же он мне так понравился. Видок у него просто шикарный, прям в 100 раз круче Honor 5. И как по мне, знаете, красивее даже, чем у Xiaomi Band 6, а это что тогда значит. Экран просто в разы лучше и больше, наверное потому что он больше, он и лучше, ну по крайней мере приятнее на него смотреть. Надпись Honor на торце, которая всех очень раздражает, ну мне как-то все равно, что она есть, что ее нет, я на нее не смотрю и никто в жизни у вас ее не увидит. Но под костюм, в отличие от Huawei Honor 5, который можно было одеть под костюм, и он даже смотрелся, обзорчик у меня есть на канале про него, вводите в поиск. Ну шестерку вы под костюмчик не оденете, она не такая презентабельная. И плюс корпус абсолютно пластиковый, и Honor даже не постарался это скрыть. То есть дали все как есть. Автономность. При максимальной нагрузке, включенными всеми, абсолютно всеми функциями и датчиками, измерения сна, измерения стресса, сердцебиения и все-все-все-все-все, 13 твердых дней. Плюс сюда входит тест-период, в который я его нещадно обновлял, тестировал и вообще что я с ним только не сделал, аж прям вспоминать не хочется. Ну а все, что я с ним сделал, мочил, плавал, все смотрите у меня на канале, есть обзоры. Ну а если вам не нужно множество функций, чтобы у вас постоянно стресс мерился, сердцебиение, сон, если вы все это отключите, оставите какой-то там минимализм, то я думаю где-то 20 плюс он у вас дней протянет. При этом у него, прошу меня заметить, огромный экран, и тестировал я его на отметке 5 яркости, всего их 5, чтобы вы понимали. Сказать, что автономность у него пушка-бомба-петарда, это ничего не сказать. Что мне понравилось, это его функционализм, это наверное будет новое слово, то в это входит, можно поставить будильник прямо с браслета, Xiaomi дошло до этого совсем недавно, Always on Display там конечно нет, олеофобка так себе царапаться будет и очень хорошо. Что-то наклеите? Ну я пробовал, неудобное, тоже царапается, тоже очень быстро и вообще само по себе отклеивается. Ну что сказать, ну что сказать, мы устроены как люди, в общем красота требует жертв. Есть автоматическое определение тренировок, датчики сарода тоже есть, и еще аж в пятой версии, когда Xiaomi Band 5 это и снилось. GPS тут к сожалению нет. Глобалка уже есть, поэтому можете брать любую версию, даже китайскую, потому что китайская глобалка, это по сути одно и то же, просто это коммерческий ход, они продают китайскую версию дешевле, глобалку дороже, типа возьмите глобалку и все будет нормально. Ерунда. В этом трекере просто масса языков, и сразу в отличие от Xiaomi есть украинские, русские, какие хотите, поэтому не переживайте, берите самую дешевую версию, но Huawei Honor Band, главное потому что есть там некоторые другие подкомпании, которые тоже копируют Honor Band 6 и не пожалеете. Китайская версия forever the best. NFC конечно же как всегда нет, да даже если какая-то версия есть, пишут в Китае с NFC, и у нас она работать не будет, уж поверьте мне. А купить его по самой вкусной цене, вы сможете у меня в группе в Facebook, и под видео есть ссылочка. На него сейчас очень вкусный цены, добавляйте в корзиночку, и одиннадцатого покупайте с большой скидочкой. Комплектация. Часы, магнитные, зарядники, бумажка, да, да, именно бумажка, потому что долго от нее абсолютно нет. Кабель длинный, это вообще пушка бомбы, петарда магнитный и удобный. Включается браслет просто как и входит в меню, то есть физическая кнопка на боковой панели не просто так, с ней вы практически делаете все, что хотите, это как бы плюс. Ставим Huawei Fels на телефон, включаем все, что он требует в программе, и подключаем по QR-коду часы, обновляем прошивку и настраиваем под себя. Но здесь есть некие такие танцы с бубнами. Более подробно о них я снял отдельный видеоролик, если у вас проблемы с подключением, то есть заходите в мой канал, ищите видеоролик или тут где-то он высветится, если я, конечно, не забуду, и вы сможете посмотреть, как его правильно подключить. С часов можно сбросить ходячий звонок, смайлы не показывает шрифт большой читабельный, иконки программы, от каких пришло приложение, тоже выводят крайне редко и не во всех мессенджерах, даже в которых выводят, иногда может не вывести. С этим есть определенные проблемы, но меня это не сильно раздражало. Ремешки снять? Ой, как непросто, про это я снял отдельное видео. Как вообще, когда я с ним встретился, я не смог без определенного видео посмотреть подсказку, я не смог снять ремешок, потому что это очень проблематично. Смотрите опять же, видео про это я снял. Есть автоопределение активности. Это, конечно же, многие говорят вещь, но верить я бы ей сильно не стал. Работает не идеально, есть нюансы. По крайней мере, мне нужно уже было не просто идти, а почти, чтобы бежать километров 10, чтобы там что-то заработало, и срабатывать не всегда. Бывает, домой вы приходите, а он только, опа, я определил вашу активность, давайте тренироваться. Поэтому я бы пользовался обычными физическими функциями. Сам бы определял активность. Да и не все активности он может определять. Так что лучше классайте сами. Вибро очень хорошее, можно настраивать его. Там два режима есть. Умный будильник есть на борту. Все, мне этого нет. Это шикарно. И да, ответ на вопрос, который вы любите задавать мне. Боится ли он воды? Можно ли в нем купаться? И тому подобное. Но если есть режим плавания, дорогие мои, то как вы считаете? Это был риторический вопрос. Разве что не советую его использовать в море, в соленой воде, так как соль такая штука, но вы сами понимаете. И вроде лучше не нажимать физическую кнопку под водой. Хотя там и есть уплотняющая резинка, но она имеет свойство высыхать через пару лет. Плюс ее легко растворяет соль, если вы забыли и пошли с ним купаться в море. И когда вы едете где-то в маршрутке, он не считает. В принципе, Huawei этим не страдал. Пульс тоже отлично меряет. Кислород тоже меряет. Точно я сравнивал с пульсоксиметром. Ну, как бы все. Эти плюшки давно уже везде пилят, поэтому с этим никогда в принципе проблем особых не было. Мультки задачность. Тут все отлично, все радует, что можно запускать секундомер, выходить в меню, делать все, что вы хотите, обратно возвращаться до секундомера, переключать музыку с браслета и снова таки выходить в меню, можно. Это круто. На большом экране очень удобно все делать. В том числе нажимать следующий трек и добавлять или убавлять громкость. В Xiaomi из-за маленького экрана с этим огромные проблемы. Там, чтобы добавить или убавить громкость, я не знаю, какие нужно минимальные пальчики иметь, как нужно точно настраивать, чтобы нажать на ту опцию, на ту функцию. В общем, Honor в плане большого экрана очень даже сильно выигрывает. Анимация тоже на большом экране, поверьте мне, смотрится во много раз лучше, чем на маленьком Xiaomi Band 6. Хотя из-за большого разрешения встречаются некоторые подтормаживания или как сейчас модно это назвать, микрофризы. Видимо, процессор не выводит такой большой экран. В Mi Band 6 этого нет, так как экран там очень маленький, процессор почти такой же. Поэтому тут уже выбирайте, что для вас важно, большой экран или маленький. быстрота или красота микрофризы или без микрофриза. Полоса на дисплее, конечно, нет. Это жалко. Можно, конечно, постоянно держать включенным экран, что будет быстро, конечно же, вашу батарею садить, но это уже на вкус и цвет. Нет собственной памяти, нельзя подключить нагрудный датчик. Я как бы не отношу это к минусам, потому что никогда этим не страдал. Но для спортсменов это может быть важно, поэтому ищите что-то другое, если для вас важно, чтобы была внутренняя память, можно было подключить нагрудный датчик или что-то еще. Нельзя закинуть файлы в браслет. Микрофон есть только в версии NFC, но, как я уже говорил, нам это абсолютно бесполезно. Отличие с Mi Band есть в плавании только, что, конечно, весомо может играть роль для пловцов, потому что у Xiaomi можно отслеживать грибки во время плавания, а вот у Honor этого делать нельзя. У Honor есть умный будильник, у Xiaomi нет. В Mi Band больше активности, там вообще их просто завались у Honor всего 10, но, в принципе, навряд ли вы будете пользоваться даже этими. Так что отличия незначительные. Я думаю, выбор прост. Выбираете по экрану, да и все. Ну и до Xiaomi можно настроить меню, померить стресс браслета, добавить много других менюшек, удалить много других менюшек, менять их местами. В общем, есть чем заниматься. Добавить и убавлять даже тренировки можно. В Honor же этого всего делать практически нельзя. Многое выпилили и удалили. Там все очень минималистично. Добавить какое-то меню нельзя, потому что там и так все меню уже добавлено. Можно только удалить. Тренировок не так много. Даже в приложении у Xiaomi там просто лес. Можно делать все, что хотите. У Honor раз настроили, даже сможет сделать старый дедушка лет 99 с копееками. И все. И забыли. Там больше нечего делать, ничего не интересно. Поэтому если вы любите минимализм, чтобы было несложно быстро, то Honor для вас. Если вы не любите минимализм, чтобы было все очень сложно и все очень медленно и вообще было чем занять свое свободное время, выбирайте Xiaomi. Он вам в этом поможет. Если в Honor поставить мониторинг пульса постоянный, через приложение можно только ставить, померить его на браслете отдельно уже не можно будет. Он у вас всегда будет мерить и всегда показывать текущее значение. Если вы, конечно, уберете, чтобы не было постоянным, тогда да, вы сможете это все мерить и пульс и все остальное. В общем, все сделано максимально просто. Под видео есть ссылка на мою группу в фейсбуке, напоминаю. Возможно, на них сейчас есть свежие промокоды. Смотрите, ищите в моей группе в фейсбук. Их можно купить значительно дешевле. Если хотите купить Honor все-таки но с GPS, смотрите в сторону Huawei Fit. Есть другие небольшие обзорчики на этот браслет, напоминаю, сюда все поспихивать я не стал, потому что вы любите быстро, по делу и точно. Это все. Не болейте, это очень важно, не тупейте, не менее важно и хорошего денечка всем, па-па.